Снова приветритель. У меня там, правда, заряда на 40 с чем-то минут. Но это я надеюсь, успею покушать. У меня довольно поздний обед, потому что меня носил чёрт по круговой. Проверить земляничку, проверить интернет и ещё что-то проверить. И поэтому я села обедать где-то часа три уже как. Ну, в смысле, три часа с чем-то сейчас у нас. Три часа дня. Борщик, когда я тут варила. Со сметанкой он. И с зелёным луком. И салатик. Там у нас есть огурчик. Укроп, петрушка, пастернак. Листья салата. Подсолнечное масло и соль. И тоже зелёный лучок. Я тут слегка эту камеру немножко не так поставила. С другой стороны. И сижу, наверное, как-то вот. Ну, как уж сижу. Кошка борщик поела, пока он был холодный. Я потому что приехала. Я думала, она где-нибудь тут гуляет. Она, видать, мышь не поймала. Вчера словила кого-то там. То, что у неё было, она слопала. Она мяу-мяу, жрать типа хочу. Я достаю борщик, а она уже чуть-чуть не в кастрюлю лезет. Я немножко положила холодного. Говорю, сейчас... Я говорю, или подожди, или сейчас... Ну, типа это, ешь. Потом она поела, свалила. Поняла, наверное, что борщик уже согрелся. Пришла снова, говорит, хочу тебе пожрать. Сказала она своим кошачьим. В эту ночь меня жоп с ушами не доставали, на моё счастье. Ну, по крайней мере, не в том количестве, что было. Хотя вчера вечером я обнаружила мерзкое создание. С первой ночи в деревне оставшееся. Она замаскировалась под пакет хлеба. На столе вот такая вот большущая, зелёная, мерзкая. Даже на жопу-то с ушами особо не похожая. Как я поняла, у соседки их вообще в это лето не было. А у тудела они только в один берёз были. Нашествием. А вот тут мясико. Я достала из морозилки свиную сожарку, поджарку. Ну, короче, мясико свинное такое кусочками. Завтра сделаю тушёные овощи, кабачок, капуста, перчик, рис. И мясико. Медленной варки. Я ехала по круговой в одном месте. Где когда-то было в деревне Примяково. А точнее даже Примяковская ферма. И теперь что стоит? Аж два медведя. Стоит машина такая. Ну, как я ехала, смотрю машину. Ну, как бы, свет такой, будто машина. Остановилась, а внутрь туда не стала ехать. Посмотрела, ну, точно, легковуха какая-то, думаю. Или какие-то люди, которые не знают, что там медведь, и не поехали делать плохие дела. Тогда пусть им попадётся медведь. Или какие-то люди, которые знают, что там медведь, поехали делать плохие дела. Тогда я не знаю, что с ними будет. Хотя, может, охота уже открылась, и поэтому они поехали делать на самом деле хорошее дело. Потому что, когда мы ехали с сестрой и тетей на машине, я у них спросила, где вообще растут лисички. И говорят, в районе Кожевника. Блин, туда сказали не ходить, там медведь. Аж две штуки. А сестра сказала, типа, а почему они никакого не поймают? Уже вот такой год там медведь, а тут даже две штуки. Ну, может, они поехали наконец-то ловить этого медведя? Кожевые штуки которого. Куда мне, по идее, засмотреть надо? Я, наконец-то, смотрю туда. А сидеть, наверное, вот так. Мунбанк в профиль. Моё молоко, которое было открыто, я его ещё, я уезжала, думала, на три дня. Вышло на неделю ровно даже. Ну да, на неделю примерно так и вышло. Во вторник-утром же я уехала, а тут среда утром вернулась. Короче, у меня было открытое долгоиграющее молоко. 3,2% жирности. Ну, как открытое, там вот срезанный кусочек, я его так прикрыла, чтобы оно выглядело, будто закрытое. Но он стоял на дверцах холодильника, я так переживала за него, думаю, блин, надо было его сунуть в морозилку. Я ещё подумала, что еду на три дня, думаю, чего его в морозилку кусать. И вот сегодня уже как бы пятница, я приехала с еду утром. Я только сегодня лишнула это молоко попробовать. Просто помню это долгоиграющее молоко, оно всё-таки не вечно стоит открытое. Я как-то открыла, я не помню, сколько дней оно стояло, но я глотнула, оно уже горькое. Думаю, блин, наверное, копить нельзя. Наливаю, по виду вроде как молоко. Глотнула из чашечки ещё до обеда. А оно вполне себе нормальное молоко. Думаю, ну, обалдеть. Значит, это, можно его вполне себе в чай добавить. Кошки нанила ещё заодно молока. Ну, конечно, там оно ультрапостерилизованное, там может от самого молока уже одно название. Длитель, ты уже свой. А это вообще практически чашка. Там тупо почти один бульон остался. Я что, съела корочку и почти кусочек хлебушка нам? Милку надо взять. Сейчас я это вырублю из этого. Заодно чайник поставила. Так, я тут платочка-то нигде особо нету, да? Я сейчас возьму салфеточку. Когда ты, значит, блогер с нормальной аналитикой, но не тем количеством подписчиков, которые ждут от этой аналитики, ибо привыкли, что у всех дохрена накрутка, а аналитика никакая, и пишешь кучу компаний за последние года два с половиной, и тебе либо динамят, либо пишут грубость какую-то в ответ, ну, аналогично, что если продинамили, либо отказывают прямым текстом, либо отказывают витиевато. Либо говорят, ну, это, мы вам напишем, добавляйтесь вот в это чат, а потом пишут человеку, у которого накрутка больше, чем возможно, но как бы понимаешь, что если у человека 16 тысяч подписчиков, а при этом по 300 просмотров на ролик, ну, чё-то тут не то. То я, ну, сегодня пришла к выводу, что так можно понять, стоит ли с этой фирмой вообще сотрудничать даже в плане фирма-клиент. Вот. Потому что если такое отношение изначально идёт, ну да, там люди, которые любят мне кости пообсуждать, помыть, будут радоваться, что меня там 120-й компанией отказали. Я не про те, которые сами пишут тебе, вот как Багдзраф там, или по Индии, хотя моя Индия кидаловая тоже. Вот здесь подсолнечное масло есть ещё. Просто у нас годами литр масла никогда не уходил за лето последнее. несколько лет. И моя тетя решила, что лучше просто перелить в пол-литровую бутылочку масла, чтобы не внести сюда литровую бутылку масла. И она останется. Ну, чё-то вот оно как-то уходит у нас. Может, придётся покупать. Я просто тут в одну группу залезла. Ну как, случайно, попала. С сайта, где я одно время тоже писала отзывы, а потом мне встал один. В Кончатке внезапно есть группа этого сайта. Я ещё почитала, думаю, ну, чё-то мне попробовать. А там, значит, девушка какая-то спросила, типа, куда сейчас можно блогеру написать? Типа, на сотрудничество. Ну, там, то-то-то-то. Гринмама. Думаю, Гринмаме меня однажды динамили. Потом нас динамили. Ну, типа того, что вы наш клиент, нахрен нам с вами сотрудничать. А тут я им написала на одном было на сайте. Они мне ответили чуть ли не через неделю. Мы ответили. С другого мыла! Я селись поймала просто. На поле, где у нас внедапно всё-таки тоже овёс. Потому что я тогда думала, что это горжита оказалась, это желтуха. Желтуха вся выцвела, и там попёр овёс. Примерно так конкретно овёс. Ну, и меня таким... Мне очень внятно дали поделить, чтобы я их вообще никогда больше никогда не беспокоила. Именно я. Думаю, ну хрен с вами. Может, мне тогда у вас ничего не покупать? Блада шампунь я теперь сама могу делать. А те, которые мне нравились у них шампунь, они как-то по составу испортились. И что, на величевых кокосового масла за 700 рублей покупать Гринмама, или за 1000 рублей купить 1000 миллилитров более качественного масла, сделанного в Индии, парашют, или какого-то ещё иного масла, иной фирмы, за те же 700 рублей тот же литр. Есть ли разница? Просто они периодически ещё на мыло мне до сих пор пишут. Где-то раз в год. Ну, вы наш там допотопный клиент, но давно у нас ничего не заказывали. Бла-бла-бла-бла-бла-бла, как же так? Я думаю, вот так. Ну, да, я иногда пишу в какие-нибудь типа фирмы прилагаю сотрудничество. Но я так посмотрела, в те места, куда я писала, где меня динамили. Ответ был один феерический такой. Всё типа круто, меня всё устроило. Вы знаете, я сейчас в отпуске до понедельника. Вот когда выйду, тогда и поговорим. Это не дословно, но суть такая. Я подумала, остаться, что ли, до понедельника вдруг мне напишут. Ну, конечно, мне не написали. Я ещё подумала, такая фирма, которая дальше города Ижевск, вообще неизвестная, города Ижевска. Думаю, а тут бы, как бы импортозамещение, почему бы вам со мной не посотрудничать, когда моя темная тематика оказала включать и то, что производит ваша фирма. Думаю, ну ладно. Если вас устраивает, я ещё погуглила на Ютубе обзоры кого-нибудь их продукции. Кроме их канала, где там полтора землекопа и обновления месяцев 9 назад было, ничего нету. Думаю, ну может они согласятся, ну как бы вот, это шанс. Дальше Ижевское, а то вот что-то известно. Ну, мне место просто отказать или продинамить. ответили очень витей и вата, но отказали, по сути-то. Я не знаю, выходим своим. Ну, так вот что, косметику я могу делать сама. Чай. Я как бы все вот эти травяные сборы могу делать сама. Шмот. При случае я тоже могу делать сама. Ну, или там на Вайберис купить немножко дешевле, или ещё что-то. Ну, короче, я так посмотрела на все те, все те места, куда я посылалась. Стучалась в двери. Не хотите ли вы со мной полотучить, да? У меня либо уже эта вещь есть, допустим, присланная Китфорд в конкурсе обзоров тех, кто покупал их технику. Либо я это делаю сова. Неплохо. Либо я это делаю сова. Думаю, да и ладно. Ну, и как бы есть ещё овер-дафига фирм, куда я посмотрела, но оно мне не подходит, потому что мне это неинтересно. Это у меня как развлечение, когда вот так лечишь, полуживой, спать неохота и делать ничего неохота. Рекрас полазаешь по ссылкам, по вкладкам, по поиску что-нибудь подубиваешь. Иногда в поиске убиваешь, так сотрудничать с блогерами YouTube. Да что-нибудь такое-то выладит. Я как раньше на Тонком мире за спасибо на картах гадала. Аналогично. Можете разгрывать. Надо так начать. Я всё не так сижу. У меня тут есть самопарный шоколад, я его взяла с собой. Маленькую часть. Маленькую часть, от которой я какао-бобы растёрла в блендере. У меня сестра, ну как бы не то, что ей супер понравилось, она прониклась этой идеей. Где-то, говорит, какао-бобы взяла, я говорю, на Ozone или на Vibers. Обычно пару блюдо грамм. Ну, как это сделать, то есть всё с этой, с отгушённым молоком она тут смешная. Мы с ней персты к выводу, что надо туда просто было добавить кусочек сливочного масла. Тётя в очередной раз сказала, что надо было просто это одолгнуть по формочкам. Мы, в принципе, из силиконовой формочки даже чисто за конфеток. Ммм, вот виду, как конфетки, я это под мармелад в своё время покупала. В общем, в какао ульбечь. Ульбечь из какао-бобоб надо добавить сливочного масла кусочек. Ну и может это в следующий раз, когда в городе буду, попробую, у меня там растёртое-то ещё осталось. Добавить этот, какой-нибудь подсластитель, типа кокосовый сахар, финиковый сахар, виноградный сахар. Мёд тот же. Я случайно заделал, что тип ногой. Я даже через какой-то час в телеге зареклась на какой-то соляшке, но там тупо надо в открытую рекламить неведомую фигню. И не факт, что тебе за эту... Ну, сначала ты делаешь, а потом тебе возможно заплатить. Бартур Бурча. Я там зарегалась, мне стали спамить всякое хиней. И я потом там, ну, почитала после этого отзывы ещё на эту шарашку. Отзывы были в большей части негативные. Все, кто там пытался заработать или посотрудничать. И сама выпилилась с этого, с этой шарашки. россиянскими людьми сделала. Ну, короче, российский сервис какой-то. Я даже название не помню. Потому что не скажу. Но теперь при случае подключения к интернету мне рекламится где только можно реклама эксплуат. кроме Гугля. Хотя нет, даже Гугль не выдаёт короткие ролики инструкции по применению бытия на той площадке. Больше всех, конечно, меня приколол тот отказ. Ну, были отказы, что, типа, вы вообще себя в зеркале видели. Я думаю, вашего рекламщика вообще надо уволить за такое вот. Ещё всякая личность. Вот именно вот этот вот, я сейчас в отпуске в понедельник выйду и тогда поговорим. Я думаю, обалдеть. Мог бы просто не отвечать. Ещё написано-то было ну, как бы, вручную с ошибками местами конкретными такими. Даже если бы это было вот уже в реале, так что не отказ, а именно, да, вот понедельник, а ждите, я вам понедельник напишу. Уже подумаешь, засомневаешься, стоит ли с таким человеком с такой фирмой сотрудничать, если у них настолько безграмотные сотрудники. Я не к тому, что надо цепляться там у кого какая ошибка. Ну, мало ли он там какое-нибудь слово не так запишет. А отсюда вообще недопонимание пойдёт. Мы с приятелем как-то на эту тему обсуждали. Ну, что это, в принципе, то же самое. Работа блогера или попытка блогера найти себе сотрудничество на рекламу, на обзор. Налогично, как он искал себе более выгодную оплачиваемую работу. Тыркает в разные фирмы, где требовался программист. я думаю, это как любая другая работа. Я ещё блог какой-то девушки прочитала. У меня тема мог, что типа там на аналитику сразу фоткать, всё это высылать. ну, что она так не делала. Дела только, если во второй раз отвечали. А я что-то так где-то как раз вот дредила в этой шарашке, где сначала я не прошла регистрацию, а потом они мне на мыло пишут, типа, у нас всё это бак случился, мы вас зарегали. Я думаю, дойдите вы нафиг, раз уже бак случился. Я как раз делала всю эту статистику, там на регистрации должна была быть скриншот исключительность телефона. Я же с инструкцией по применению как это сделать в фронтушкой студии и ютуб за последние два месяца неделю пол зрителя места бытия, ну, откуда смотрят примерный возраст, охват и тому подобное. Правда, есть люди, которые думают, что если у человека от 10 тысяч подписчиков и больше, то он будет им соответственно писать, вот тогда они типа ну, тут те хотят работать с теми, кто, кого больше подписчиков, скажем так, но такие люди обычно уже на вот это вот бартер чисто так за спасибо вряд ли согласятся пилить обзорчики. Особенно если взять тот же бакдар, они как бы просили предосмотр, предпросмотр. заливаешь, закрытый доступ скидываешь ссылку, а не вот можно говорят добро или не добро, а при этом все это всего лишь бартер. почему-то окошко через дверь зашло. Хотела капнуть ей обложек, но поняла, что у меня камера там половина разрезанная и вольчат прям всю минуту я не вряд ли найду. Вспомню, куда сунула эту коробочку с каплями отблошек. Нет, прикольно было бы посотрудничать с какой-нибудь фирмой, занимающейся продажей чая. Допустим. Даже чисто китайского или наоборот в лесе сделан этот Краснодарский какой-нибудь чай, да? Но с другой стороны я вполне могу без этого прожить. Либо же писать повторно туда, где тебя либо продинамили, либо отказали в непонятной форме. Себя не уважать. Я считаю, что если человек пишет объявление, ну, есть какие-то группы, допустим, в том же ВКонтакте, где вот требуется то-то-то-то-то-то, такой-то блогер с таким-то охватом, такое-то количество подписчиков и так далее. И ты туда подходишь под это все описание, но тебя динамят, то значит плохо требуется и этим людям вообще плевать на свою собственную фирму, где они работают и они не хотят развиваться. Раз не хотят развиваться, ну, хозяин бать. Что-то у меня досталась одна сплошная зеленуха, и она меня не едет. я пойду за чайчиком. Осталось там 20 минут. Я сейчас сделала с икорой, с молоком, тем самым, которое было тут, открытое. И написано на байке хранить, типа, в холодильнике. А сколько хранить не написано, оно, наверное, вечное, но до срока годности. у меня все и вкусные вкусные. Видно тут? Вот. Сюда она, отсюда, а? Соломка сладенькая. Один раз мне даже ответили, как бы, ну, в общем, чате я увидела объявление, под которое я подходила. Какие-то там футболки для женщин, чтобы аудитория женская была минимум. Ну, короче, не менее 70%. Так что, у меня где-то 85% женская аудитория. Ну, последние месяцы она где-то так 70-75. Возраст и то, все. Я, вроде, как скинула ссылку, скриншоты, пояснила, что, как бы, женская аудитория. Меня отписали ха-ха-ха. Ну, знаете, полная неадекватность совершенно. Ну, человек по работе, вот, по идее, так бы, ты должен отказать, ну, как-то рабочим языком это наладил один. Ха-ха-ха. Ваша аудитория нам не подходит. Я так поохреневала, думаю, ну, не подходит и не подходит. Ты допиши про это в своем резюме, что ты, тебе требуется совсем не такой блогер. Или что, в этой вашей фильме есть сотрудницы, которые даже не то, чтобы ваша, твоя, но натыкают и мягко говоря, неадекватные. Не то, чтобы я там писала с какой-то целью, что вау, мне отверят, я буду с ними сотрудничать. Это чисто было по большей части неразгрузка можно. Но было бы прикольно, конечно, если бы кто-то ответил адекватно и согласие. Но по большей части это была, наверное, по большей части это была проверка на все. Изменилось ли что за два года у российских вот таких товарищей, которые у нас импорт в совмещение, мы говорим рекламу своего товара максимум по бартеру, типа мы вам штучку, шмотку, вещь, вы нам обзор. По-моему, молоко с кислость, соединившись к этим самым. Да. Наверное, у этого молока какой-то срок годности все-таки есть. Придется свежего, этого самого свежего наить или чая на этом геме-тесть. Или замутить вот этого цикория свежего. Первый раз такое молоко долгоиграющее попадается, которое в сыром виде молоко а в соединении с горячим чем-то тиснет. Алиска придется мне тебе это молоко споить в одно лицо. Алиска будет сейчас целое, молоко задут. А хотя ему придется открывать другую коробочку молока, потому что там целая еще коробочка есть. Пойду я чайочку налью себе. Гвоза в чайнике слегка подостыла. Он такой тепленький. полуслитой гемантя, потому что там уже остатки. Я что еще заметила. Один в мусманке назвал деревенская жениза и он внезапно тысячу чем-то просмотров за сутки набрал. А другой назвал о мистике и прочей хренотени. И он что-то там еле-еле 300 чем-то набрал просмотров. Вот если я сейчас назову ролик о блогере, который ищет работу, оно же это не клюнется наверное, а оно снова назвать чем-нибудь таким деревенский обед допустим. Деревенский аж не обед. Деревенский обед. Обед в деревне. и разговоры о жизни. Мне часто как там чашка сам идет, потому что одна чашка была с молоком. Ну, молоко мне было. Одна чашка, в которой эта хрень была. Чашка с утра еще осталась, а что-то как-то часть посуду помыла, часть не помыла. Часть оставила. У меня просто еще вчера была суровая проблема с водой, пробками и светом. И к вечеру я что-то так вымоталась, хотя особо ничего не делала. Легла спать около десяти. Еще больше взять посуду у меня осталось на сегодня. я вчера застаю зеленый чай где Матю думаю блин я же тогда по пыхах уезжала собиралась думаю зеленый чай вообще остался может быть я когда тогда была думаю уеду надо будет привезти в следующий раз зеленого чая а тут внезапно названивают и уезжаешь на следующий день утром дано и вот надо мне будет дома в смысле на кухне в горницу глянуть чай это зеленое у меня еще есть Лена будет просить чтобы воскресенье привезли ну еще вроде будет я кстати люблю слегка подгоревшую соломку здесь по-моему она уже вся которая могла быть подгоревшая выбралась мной вроде более-менее подгоревшая она на камеру скоро раздается поэтому зритель я надеюсь что Митя со мной пахал если ты вдруг думаешь что я переживаю из-за того что мне в 1525 раз отказали продинами или нагрубили относительно какая-то фирма ноунейм дала объявление в какой-нибудь определенной группе где пасутся такие как я в чате телете или еще где-то или на своем сайте что они хотят сотрудничать и ты им подходишь они тебя динают такой то я нифига не расстроилась наоборот меня даже больше удивляют люди которые спустя неделю вдруг тебе с другого мыла пишут и отказывают или которые тебе тут же пишут не посмотрев не сходив по ссылке не глянув на скриншот аналитики и так далее с какой-нибудь подколкой что именно ты им не подходишь или ты на себя в зеркало смотрела думаю я-то смотрела а вы-то на свои мозги вряд ли точнее вы-то вряд ли смотрели на тех кого вы набираете на работу хотя в группе где там случайно оказался там девочкам ну стриншоты у девочек смотрела там тема как бы такая типа компаний с которыми мне в жизни надо сотрудничать почему типа как они отвечают мне как там такие первые давали что я думаю я со своими вот этими ответами еще даже это как-то мне еще даже повезло получить подобные ответы всем спасибо за просмотр надеюсь вы похавали или хотя бы то хотели пожрать чем пока